Субтитры создавал DimaTorzok Ну, так что делать-то? Начинать, что ли? Так, ну ладно, начнем, пожалуйста Вот, на прошлой лекции, очередной, да? Не внеочередной, не вчерашней Мы рассматривали кваркони, тяжелые кваркони Тяжелые кваркони, и особенно, так, внимательно за что я Особенно подробно останавливались на кваркони Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Которые могут наблюдаться в ремонте, в канале Где придется единственная регуляция И они проезжаются там, как резонансы Ну, и мы уже говорили, что Конечно, эти тяжелые кваркони И являются аналогами Тяжелыми аналогами Легких векторных бизонов Которых, как мы знаем Сколько есть Сколько легких векторных бизонов И сколько и какие Каких вы знаете Громные бизоны Громные бизоны Громные бизоны Ну вот Здесь Надо упомянуть О так называемой модели вектора доминантости Я же вижу, насколько мы уже начали говорить О этих векторных бизонов Надо упомянуть о модели векторной доминантости Которые, в общем-то Никакого отношения к ванной электромодинамике практически и не имеют Это модель, которая была создана давным-давно до Давным-давно создана, еще далеко до Создания к ванной хромодинамики И она была создана для какого-то объяснения, что ли Или для объяснения, так скажем, результатов Экспериментов по взаимодействию Патонов с адроном Патонов с адроном И идея этой модели такая, что Все взаимодействие патонов с адроном Оно идет через вектор на низом Ну, понятно, что когда мы говорим о E-плюс и минус региляции Какие-то адроны Но не вблизи Когда вот это энергетичный вариант Вблизи квадрата масс Вблизи квадрата масс Вблизи квадрата масс Фотон переходит в этот вектор на низом А этот вектор на низом как-то распадается И здесь стоит пропагатор вектор на низом Который, естественно, в знаменателе у него есть А модель состоит в обобщении этой картинки на произвольную передачу Но, конечно, произвольную это произвольную Ну, она изначально применялась в области энергии В области передачи импульса Ну, до ГЭВА, так скажем До ГЭВА То есть Такая картинка, можно сказать, она справедлива Не только, считается, что такая картинка Она справедлива не только в канале аннигиляции Вблизи резонанса Ну и вообще при Скажем, для рассеяния В канале рассеяния она тоже применима Эта картинка Но, конечно, здесь надо Вблизи резонанса у нас только один вектор на низом Важен И его только один необходимо учитывать А вообще Так, вне Вдали от резонанса Нужно учитывать всю серию вектор на низом Ну, картинка появилась тогда Модель появилась тогда, когда из вектор на низом Модель Только Ролланд и ГЭВИ и были известны Другие еще и не были известны И поэтому, значит, модель Она так представлялась Так можно записать Что вот матексный элемент Электромагнитного тока Женю Матексный элемент Ну, каких-то от нуля Чтобы не зависимы от координат Выписывать А здесь какое-то антронное устояние Ну, а здесь может быть в частности Это может быть вакуум подруга И здесь Другое антронное устояние Вот это есть Матексный элемент этого Электромагнитного тока Он записывается таким образом, как МВ в квадрате Единица Уделить на ЖВ ЖВ это подстанка взаимодействия Не единица на ЖВ Это подстанка перехода Вот здесь Стоит подстанка перехода Единица на ЖВ МВ в квадрате, правда, на ЖВ А здесь стоит Ну, вот, напишу так МВ в квадрате Это считаю, что МВ в квадрате Минус Ку в квадрате МВ в квадрате А здесь стоит матерский элемент уже, и здесь сумма по векторам Безона, сумма по векторам Безона, а здесь стоит H', а здесь стоит Ж, уже ток вектором Безона, это естественно его ловится компонент, а здесь H. О, написал модель. Хорошая модель. Посмотрим, ничего себе модель. Здесь у нас был один матерский элемент, а выносили его через несколько, через сумму матерских элементов. Так что же такое мы лишнее просто вели? Это не упрощение, это какое-то страшное усложнение. Поэтому, конечно, модель в таком виде, ни о какой модели говорить не приходится. Но, в модели предполагается, вот эти материчные элементы, этот материчный элемент, он зависит от передачи импульса, а здесь эти материчные элементы, они уже не зависит от передачи импульса, и они берутся на массовой поверхности. То есть, вот эти материчные элементы берутся на массовой поверхности вот этого векторного Безона. То есть, квадрат, квадрат, квадрат. Ну, и это уже, конечно, модель, потому что у нас, в зависимости от передачи импульса, мы уже знаем, что зависимость от передачи импульса, вот она здесь и есть. Поэтому, в этом есть модель. И эта модель до сих пор, она используется, ну, используется так, как людьми. Умеренными, она используется вот именно в области энергии, там, в районе ГЭВА, у нас передачи импульса в районе ГЭВА и ниже. А людьми, которые, так, экстремистами, она используется, ну, и еще раз говорю, уверенными людьми, она вот используется в старом еще смысле, когда здесь только есть РО или РО и ФИ в этой сумме. А экстремистами, она используется, когда здесь новые векторномизоны ставятся, и все известные ставятся, и, значит, все известные векторномизоны, которых теперь тьма, и модель используется в широкой области энергии, во всей доступной области энергии. Вот. Вот. Я бы, так, экстремистам себя не относил, но использовал ее в том, в области энергии, порядка вверх. Теперь, да. А вот, допустим, во-первых, вы там индекс Mu появились, да? Есть индекс Mu, он и там был в нем. Да, Mu. А здесь это векторный везон, это ток векторного везона. Ток векторного везона. А вот... Что значит ток векторного везона? Ну, скажем, когда мы говорим, а... Ну, он определяется таким образом, чтобы на массовой поверхности, там, матричные элементы... Ну, я не знаю, можно и так определить, что это ток векторного везона, скажем, ток РО-мезона. Мы знаем, что РО-мезон, это что такое РО-мезон? Кладкий состав РО-мезона. Кладкий состав РО-мезона, это есть У с чертой, да? РО-мезон. Конечно, РО-мезон. У с чертой. Минус Д с чертой. Да? Делить... Делить... Делить на уровень двух, правильно? Для ломбировки. Да? Ну, и поэтому... Мы можем ввести такие токи, что так... Ток... ЖИМЮ... РО-мезон. Как-то здесь имеется... Да. Я хочу сказать, что вот здесь... А! Хочу вот что сказать. Когда мы здесь написали вот этот ток электровактный, мы из него заряд исключили. В нем не содержится заряд, а? Иначе мы должны были сюда же путь. Заряд написали. Вот. Такой. ЖИМЮ... РО. Это есть единиц, как корень из двух. А здесь стоит... ВСИ с чертой. А! Нет. Я вам скажу так. У с чертой. Где У с чертой это... Ну или... ВСИ. ВСИ с чертой У. Для луквара, да? ГАМа-ЛЮ на СИ У. Минус... С чертой Д... На ГАММА-ЛЮ. Это операктор... Для У вальвовой, да? ГАМА-ЛЮ на СИ Д. Вот так для РО-мезонда пишется то... РО-мезонный ток... ток пси-мезонный, в предположении смешивания, полного смешивания, как пишется тут? Ж, ну, фи-мезонный, пардон, это и есть просто Пси-черкой С, да? Когамма мюм на Си-Эс, итог мюм омега, это здесь имеется на корень из двух, а здесь 6-чер-той ку, ну, то же самое, но только это у нас есть из эскаляр, из рептофатон, а для омега, мезона, опять же, для смешивания, вообще говоря, как мы уже обсуждали, омега и фи-мезон, они не являются там Су-3-синглета и Су-3-актета, они являются смешиваниями состояния Су-3-актета, и вот при реальном смешивании, смешивания, когда вот такое смешивание, когда Фи-мезон, просто чистое С-2-состояние, С-2-синглета, а омега, мезон, это чистое У и Д-состояние, У с чертой Д-Д с чертой состоянии, такого типа, что Си-чер-той ку на Гамман ку, здесь Су плюс Си-чер-той ку на Гамман ку на Гамман ку и Д, у меня вот такое смешивание называется идеальное, ну, оно, так, на эксперименте смешивание присутствует идеально. А как можно так, как можно смешивание установить? Ну, и массовую форму, это массовую форму, по-моему, смешивание, по-моему, не задача. И на семинаре, это уже обсуждали в этом семинаре, значит, получали смешивание, да? Вот. Значит так, вот такие токи, да. Ну, а электромагнитный ток, конечно, электромагнитный ток, это есть, что такое? Это есть демюн, электромагнитный ток, это есть, ну, соответствующие заряды, две трети на Пси с чертой у Гамман ку на Псиу, вот такие токи. Отсюда, между прочим, можно найти связь между константами Gv для хромезона Горова-Мегарифи, и получается, что единицу делить на Gv в квадрате, G в квадрате, единица на G в квадрате, единица на G в квадрате, на единица на G в квадрате, это есть, ну, я, а, черт, как бы это быстро сообразить? 9 к 1, 2. Вот такой соотношение получится. Ну, я думаю, вы можете и сам вынести, и на семинаре же получите. Теперь, какую же точность имеет эта модель? Даже в области до 1 Gv? Ну, понятно, что точность, она определяется, вот смотрите, что мы можем сказать. Посмотрим при нулевых передачах импульсах. И что мы должны получить? Ну, вообще-то, матричный элемент, ну, скажем, посмотрим, матричный элемент такого перехода. Матричный элемент живёт нуля, а здесь строят Пи-Пи-Россей. Фритум, Пи-Пи-Стрих. Здесь, конечно, ноль – это координаты, да, координаты. Так вот, значит, понятно, что при нулевых передачах импульса этот ток должен быть просто равен единице, да? Ну, конечно, не единице, нужно, если у нас здесь, ну, ладно, Пи-Штрих от П-Штрих, а здесь Пи-Пи-Мизон. Пи-плюсы или пи-минусы – это неважно. Пи-Пи-Стрих. С импульсом Пи-Мизон стоят. Ну, какой же матричный элемент? Какой же вид имеет матричный элемент? Ну, конечно, это есть… это есть… Ладно, вот что мы сделаем. Напишем пропорционально. Потому что матричный элемент, конечно, содержит это функцию, мы её не будем писать. Итак, что нам важно, это то, что здесь стоит Пи-Пи-Штрих-Мю, да, это просто диктуется закон о сохранении тока, да, Пи-Пи-Штрих-Мю. И здесь стоит ФП от Фонфактор, который зависит от передачи импульса. Ку – это Пи-Пи-Штрих. Фонфактор зависит от Ку в квадрате. ФП от Ку в квадрате, да? Этот ток мы много раз писали уже. Скалярная квантовая электродинапия, такой общий ток. Да? И вот, да. А можно Пи-Пи-Штриха не поменять? Точно! Это канал в России! Да, вот, как Александра Александровна правильно подметила. Канал рассеяния, поэтому здесь, ну понятно, чтобы калибровочный вариант, или сохранение тока требует, чтобы умноженное на Ку, Ку, передача импульса, Пи-Пи-Штрих, да, умноженное на Ку должно быть равно нулю. Вот, поэтому вот матричный элемент, да, и ФПет нуля должно быть равно нулю. Да? ФПет нуля должно быть равно нулю. Вот. А посмотрим на эту формулу. Ну ясно, что здесь, в этом матричном элементе, что здесь? Только ромезон даст вклад. Вот только ромезонный ток даст вклад, да? Правильно. По квадным числам. Ну почему? Ну давайте посмотрим канал региляции. Тогда вакуум переходит в Пи-Пи-Минус, да? И это Пи-Пи-Минус с... При этом орбитальный момент Пи-Пи-Минуса должен быть единица, да? Это тогда должен быть... Ну то есть антисимметричное состояние. Это есть... Это антисимметричное по орбитальному движению состояние. Пи-Минус это только изовектор может быть. Во-первых, изовекторное состояние. А здесь изовектор... Это только вот этот сок. Уже есть изовекторный сок, да? А остальные изоскалярные дочки. Поэтому вклад дает только ромезон. Здесь и при этом... Значит... Ну вот здесь в этой формуле только никакой суммы нет. А здесь, например, в квадрате или в квадрате, в квадрате, в квадрате... Да? И здесь стоит еще такой... Вот это вот. Должно быть равно... Вот если сюда... Это значит матричный элемент электромагнитного тока так пишется. Ну если написать всем... Ну не хочу написать всем постерей. А вот матричный элемент вот этого тока... Как он будет писаться? Значит... Ну он будет... Здесь будет стоять своя константа связи. То есть... Своя константа связи... Константа связи перехода... Ромезона в b плюс и минус. Да? Ромезона... Ну точно так же, как мы пишем... Значит... Ну вот... Вот на эту диаграмму давайте посмотрим... Вот что такое... Вот такая... Эта диаграмма... Значит... Только... Эта... Электронного... Электронной линии здесь нет... А вот у нас просто фотон переходит в ромезон... А ромезон переходит в ромезон... Вот здесь... Здесь потом... Перешел в ромезон... И здесь стоит... В вершине стоит... В квадрат... Делить на жв... Дальше стоит пропагатор... А дальше стоит константа взаимодействия... Или константа... Вот перехода... Константа взаимодействия... Здесь константа взаимодействия... Думаю... Это... viniste ромезона... Спиннизон... Которая... Которая... Мы получаем, на самом... Думаю... ФП... ФП... Ведь ФП... Форфактор... Куб в квадрате... Это есть... МВ в квадрате... Сделенное на... gv на mro, только одно mro, больше ничего нет. m делить на mro в квадрате минус q в квадрате минус i mro гаммаро. А что здесь? И мы написали вот эту вершину, вот она стоит, вот этот пропагатор, дальше должны написать эту вершину. Я бы сказал, что если бы я писал эту вершину, я должен был писать уже ромезонный ток. Конечно, по структуре Лоренцевска это было бы то же самое, но я уже сказал, что здесь я должен писать на массовой поверхности, ромезона. Вот здесь я пишу фруктур вактор, который зависит от передачи, а здесь я уже должен писать константу. И эта константа, это константа взаимодействия ромезона с лимизоном, которая обозначается g, g, r, b, b, b. Это то, что стоит вот в этой вершине, стоит, опять же, если это есть p, b, 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 m. Мю — это вот этот индекс Лоленцевский, и умножен на вот эту констанцию. Вот это вот есть. Эта модель и есть. И отсюда видно сразу при неупременимости этой модели, потому что мы знаем, что в нуле, фон факта, должен быть равен единицы, да? А здесь он у нас никак единицы не может быть. Это константа, естественная, конечно, константа. Это тоже константа, тоже вещественная. А здесь стоит вот, ну видите, кубку равно нулю, но здесь стоит эмбро. Здесь то есть мнимость, да? И мнимость в порядке, в относительном порядке гамморона эмбро. То есть точность этой модели, она не может быть лучше. Ну, конечно, она зависит от передачи импульса, но вообще, если мы тянем, конечно, в точке ромизона, это когда мы в канале венгеляции находимся, то, конечно, это точность высокая, потому что мы, ну это, резонанска у нас один, одна частица с такой ромизонной массой. А если вот мы хотим по всей области передачи импульса распространить эту модель, то увидим, что точность она не может быть лучше, чем там, сколько там, 140 на 700, что ли, 140 на 700, ну я не знаю, 10 процентов. Меньше, чем. Мы же можем сказать, что константы зависит от энергию, и в нуле я скажу. Ну, тогда никакой модели нет, понимаете? Тогда мы ничего не знали, ничего сказать не. В этом состоит модель, я сказал, что вот, пока мы это не написали, никакой модели нет, мы просто себе вместо одного параметра ввели 5. Ну что это за модель, понимаете? Модель появляется тогда, когда мы ограничиваем число параметров, и вот мы здесь сказали, что вот этот матричный элемент должен браться на массовой поверхности. То есть мы функцию заменили на число. Это и есть, конечно, модель. Так вот здесь стоит число, и это и есть модель, понимаете? Можно еще вопрос? Да. Ну, вообще-то ток, он зависит от координат, да? Ну, я не хочу писать зависимость от координат. Если бы я здесь написал женю от х, да? Ну, женю от х я бы выразил через женю от х. Ну, я каким образом? Женю от х. Как бы я выразил через женю от х? Ну, у нас же есть женю от х, это есть е в степени и пх на женю от нуля, да? На женю от х, это пх. Это же оператор, гейзенберговский оператор, да? Вот этот. Оператор гейзенберговский оператор. Вот этой формулой, да? Ну, это обычная формула. На зависимости... Ну, она, правда, распространена не только на время, но и на координаты. Ну, это механическая же формула, да? И она... Я не знаю. Эта формула, конечно, стандартная формула. И так принято писать. Ну, зачем писать всё это известную... Чтобы... Я повторяю, что я мог бы писать женю от х, да? Но... Тогда мне пришлось бы писать е в степени там и пх... Вот этот оператор действовал бы сюда, давал бы импульс этой частицы, этой частицы. Понимаете? Зачем это делать? Так принято. Всё писать через женю от нуля. Чтобы не выписывать лишнюю зависимость, которая там известна, которая диктуется просто общими свойствами квантовой теории. Вот. Поэтому здесь пишется ток в нуле. В нуле, я повторяю, я уже говорил, что в нуле это... Ноль предоозначает нулевую координату. И координату я имею в виду и координату трёхмерную, и четырёхмерную координату. То есть координату и лето. Так. Дальше что? Так. Вот я получил эту формулу и сказал, что вот такая у нас точность. В общем-то видно, что модель не может быть точной. Она просто нарушает аналитические свойства. Вот, скажем, модель. Надо понимать, что аналитические свойства при этом нарушаются. Потому что мы знаем, что при отрицательных у квадратов, тогда что при у квадрат меньше, чем 4 mπ в квадрате, у нас фон-фактор должен быть вещественный, правильно? Мы знаем, что мнимость появляется в фон-факторе только тогда, когда квадрат больше, чем порог рождения реальных частиц, да? Вот, а есть порог рождения. У нас фон-фактор должен быть вещественным. А он у нас везде в мире, везде комплексный. Ясно, что модель не очень хорошо работает. Ну а фон-фактор, видно, что она работает точностью, если мы ее тянем до нулевых передачей импульса, а ее, конечно, тянут до нулевых передачей, она, точность ее, да, не лучше, чем 10%. Можно еще по-другому сказать. Ну давайте даже забудем, вот с этой точностью. Нам нужно, чтобы жеро кипит, жеро при квадрат равном нулю, это должно быть равно единицы. Забудем, ну единицы это не может быть, ну вот, но вот это отношение должно быть равно единиц, близко к единице, для того, чтобы модель работала, да? Для того, чтобы модель работала. А давайте проверим, что это за отношение. Это же мы можем легко проверить, это отношение. Почему? Потому что мы можем выразить, мы знаем экспериментально ширины распада. Какие ширины распада мы знаем? Мы знаем, гамма, гамма-ро на биплюский минус, и гамма-ро на биплюский минус. Это основная модель распада. Ну это, она такая, маломеродная модель, но все равно она хорошо известна, эта модель распада. Шереда известна хорошо. А как они выражаются? Ясно, что вот эта шереда выражается через константу Жерроу. Почему? Ну, потому что вот у нас Ромезон. Он с константой Жерро переходит в фотон, а фотон потом может в Е плюс и минус пару перейти. Значит, константа, ну легко написать матричный элемент перехода Роу в Е плюс и минус, и этот матричный элемент, что он будет включать в себя? Этот матричный элемент будет вот что в себя включать. МРО в квадрате. МРО в квадрате на Жерро. Жерро, да? Это вот здесь. Вот так я нарисую. Здесь я плюс и минус, да? МРО в квадрате на Жерро. Здесь я пишу волновую функцию Ромезона. А Ромезон у нас частица со стенами едицы. Волновая функция у нее Е-мюм. Это вектор, да? Вектор поляризации. Волновая функция. Дальше стоит константа перехода в фотон. Потом стоит константа перехода в фотон. Правда здесь стоит заряд, я еще должен написать здесь, да? Потом здесь стоит единственный МРО в квадрате. Это от фотонного пропагатора стоит здесь. Потом стоит еще заряд. И Е квадрат тогда поет. И вот в этой вершине стоит заряд. И вершина эта, она есть, так напишу, это есть пусть чертой от, ну я напишу, Л-минус. Это импульс положительного электрона. Отрицательный заряд, что это электрона. То есть импульс электрона. На гамма-мюм. Вот она. На В. На В от Э-минус. Вот здесь стоит. Вот если у меня здесь стоит, смотрю, в этом канале. Здесь у меня рождается электрон с импульсом М-минус. И позитрон с импульсом М+. Но позитрон летит сюда, поэтому вдоль этой линии идет импульс. Импульс. Вдоль этой стрелки идет импульс минус импульс. И вот этот материчный элемент. Вот этот материчный элемент распада. Родни зона на. Я опускаю, конечно, там множитель типа И и дельта функцию я здесь опустил. Это материчный элемент распада. Дельта функцию выражающую законно состояние импульса. Я здесь не выписываю. Ну, как обычно. Ее опускают в правилах Феймана. Да? Вот материчный элемент. Значит, вот материчный элемент. Теперь я его должен возвести в квадрат, просуммируя по поляризациям этого самого, усреднить по поляризациям этого ромезона и просуммируя по поляризациям электроны и позитроны и проинтегрировать по импульсам. Ну, это, в общем-то, операция такая, рутинная операция, да? Вы, наверное, каждый из вас вполне можете ее проделать, да? 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 Ну, Афей Владимирович, правильно? Ну, все, тогда пишем ответ сразу. Ответ будет такой. Ответ будет такой. Четыре пи. Афа в квадрате. Да? Делить на три. Ж. Ро в квадрате. М. Ро. М. Ро. Да? Правильно? Ну, конечно, вообще-то говоря, я должен был подописать, здесь все множество и единицы плюс МЕ в квадрате. Делить на М. Ро в квадрате. А, два МЕ в квадрате на М. Ро в квадрате. Кто это такой умный? Вот, два МЕ в квадрате. И, конечно, еще корень квадратный. Корень квадратный из единицы минус 4 МЕ в квадрате на М. Ро в квадрате, да? Ну, конечно, это все я могу выбросить, заменить на единицу, правильно? Поэтому заменить на единицу, потому что масса электрона очень маленькая по сравнению с массой грандиозона. А теперь вот гамма, ровки, плюсы, минус. Ну, чем? Гамма, ровки, плюсы, минус. Опять же, матричный элемент чем отличается? Матричный элемент чем отличается? Вместо того, чтобы писать там константы перехода, мы писали там, ну, матричный элемент. Ну, вот этот же матричный элемент, это будет просто вот этот матричный элемент, вот этот матричный элемент, да? А мы же говорили, что здесь у нас стоит G ровки Пи, и здесь стоит G ровки Пи константа, да, вот эта константа, да? А здесь стоит, ну, и умножить на P, если это есть P, так, уже в канале аннигиляции мы будем смотреть, ровки Пи плюс Пи минус, здесь будет Пи минус, а здесь будет минус Пи плюс, да? Матричный элемент, так вот. Ну, тогда здесь стоит в этой решении стоит P плюс минус Пи минус, да? То есть этот матричный элемент такой, опять же, его матричный элемент тривиально выписывается, я его напишу здесь. Это G ровки Пи, G ровки Пи матричный элемент, а здесь стоит P плюс минус Пи минус, мюм, и умножить, конечно, на Е, для вектор поляризации, мюм, для вектор поляризации крови зона, и умножить еще на что? Ну, а у меня все, больше ничего нет в этой вещи. Все, вот этот весь матричный элемент, опять же, его мы берем по модулю в квадрате, суммируем, усредняем по поляризациям Роми зона, и интегрируем по импульсам Ди плюс Пи минус Пи зонов, и ответ получим, конечно, какой получим ответ? Получим G ровки Пи, G ровки Пи в квадрате, Пи в квадрате, делить на 4 Пи, да? На 4 Пи, так, это так. А здесь получим М ров, конечно, получим, да? Зеленое вот на что? Думаю, что на 12. А здесь получим, вот, единица минус 4 М пи в квадрате, делить на М ров в квадрате. В какой степени? Три вторых. Вот здесь корешок был, а здесь три вторых. Почему? Понимаете, да? Разница. Три по сестре и сестре. Правильно, потому что это, значит, рождается скалярные частицы по волне. Вот. Теперь, а вот почему здесь и этого коэффициента нет? А почему здесь на 12? Ну вот 4, 3, 4 Пи здесь, потому что здесь, это же альфа в квадрате, это альфа, это есть е квадрат, делить на 4 Пи. Поэтому 4 Пи. Понятно, что здесь набинатель здесь в числителе. А вот здесь стоит тройка, а здесь 12. Почему? 4 на 2 Пи плюс 1. 4. Нет, 4 на 2 Пи плюс 1. Нет, это я не знаю, что тут 4 на 2 Пи. Это, ну, отношение асимптотик, в общем, е плюс е минус в мю плюс пи минус, и е плюс е минус в Пи плюс Пи минус, это четверка, как мы обсуждали, это отношение четверка. Хорошо. Вот такое вот, ну, такое вот, мы такие выражения имеем для ром, ширин распада ром е плюс пи минус, то есть эти константы, вот эти константы, вот эти константы, вот эти константы, они, которые сюда входят, они просто выражаются через отношения, через эти ширины, через произведения ширины, да, ну, известный крестцент. Подставляем и получаем, что это отношение, оно, вот это отношение, которое сюда входит, да, оно оказывается примерно равным, чему вы думали. Ну, то есть, ну, не очень хорошо, но опять вот это вот, та самая точность, о которой в этой модели можно претендовать. Да, 1 и 3, правда, вот я могу назвать, что ли, значит, гамма на гамма, а, 1 и 3 это для квадрата, вот для квадрата, жиров квадратит, жиров квадратит, жиров квадратит. Ну, а ежели для первой степени, да, отношения, здесь что такое первая степень отношения, это надо корень извлечь из 1 и 3, это уже будет 1 и сколько там, 1 и 15, да, 1 и 15. То есть, примерно, та самая точность, которая и здесь нам диктовалась, мы говорили, что точность не может быть лучше, чем гамма-рол к эм-ролу. Это есть принятие на 15%, правильно? Ну, где-то так, 7-8. Вот, да. Что-то требуется, что-то требуется, но и гуц, и они вложены в правую, да? Что-то факт, но и гуц? Они, не только они должны быть равны, но и гамма от кашелья гамма-рол. Я в родном, вы должны еще гамма-рол выбрызать, по сравнению с евро, понимаете? Вот, ну ладно. Вот другие примеры применения вот этой вот модели электронной ломинантности, я думаю, вы рассмотрите на семинарах. И в задании, по-моему, есть у вас задача на этой модели. Ладно, и так уж, она сейчас и важна. Когда-то она была там важна, эта модель, когда у нас не было теории вообще. Сейчас она не так важна, но тем не менее, она все равно до сих пор часто используется, часто так на слуху, поэтому я к вам о ней не говорю. Все, с этой моделью мы окончили, пойдем дальше. Сделай период, или не сделай период. Ага. Ну, Александр Алексеевич, вы у нас, как это, главарь? Ну, если один человек хочет на перерыве, то лучше. Ой, ну что ты, демократ какой, а? Да, испортил вас демократия, испортил. Ну так что, хочет кто-то на перерыве? Да. Ладно, перерыв. Можно спросить? Да. А вы сказали, да, что, допустим, для описания роштриха у наших штриха, это все экстремисты? Ну, на мой взгляд, да. Вот. Так как ничего другого-то нету? Ну, так обязательно, послушайте, на другой штрих. Ну, правильно, правильно. Но, понимаете, это можно как-то, ну, в плеси роштриха это можно, конечно, в плеси роштриха. Ну, понимаете, все это, видите, точность-то все-таки она, мы говорили. Точность отношения ширины к рекламу. А там ширина, ширина же растет, она растет гораздо быстрее, чем вас. Точность становится все хуже и хуже. Но, понимаете, когда нет ничего лучшего, ну, приходится заниматься. Да. А в конце вы сказали про то, что поиграется что-то лучше. Это что? Ну, а то, я проба, не знаю. Такой голос не с конецами я обожаю. Это правильно. Правильно. Ну, я не знаю, на решетке можете считать. Да? Ладно. Значит, еще у нас есть? Да. Да. А вот, если у нас, где оконная чистительность падает в ферлостолярный патон? Да? Да. Правильно. Ну, у патона же какой изоспит получается? В каком случае? Ноль же? Ну, понимаете, когда мы говорим о электродинамике, электродинамических процессах, они нарушают закон сохранения изоспита. Понимаете? Все, как только началась электродинамика, мы забыли про сохранение изоспита. Ну, для электродинамика заряд нужен. А? Заряд нужен, а мы возьмем, ну, не заряд. Ну, если фотон, если есть фотон, то обязательно заряд. Понимаете? Если процессы с участием фотона, как только излучился фотон, все, заряд. Если заряд ноль, то процесс не идет. Вот. Ну, да? Ну, это же обычный магнитный дипольный переход, если, скажем, ромбисон распадается в пиноль гамма, да? Это, ну, да. Ноль, пиноль гамма. Да? Правильно. Да? У пиноль гамма заряд ноль? Ну, правильно. Ну, если бы, там, этот, заряд ноль, правильно. Но у атома, у атома тоже заряд ноль, да? Ну, так то же самое совершенно. Да. Так. Ну, вот мы перейдем теперь к такому важному процессу. Процесс вращения лептонов на адронах. Нас будет, в основном, интересовать глубоко не упругое, так называемое, рассеяние. Но, по дороге, мы обсудим и упругое, конечно, рассеяние. Которое, правда, мы уже обсуждали. Процесс упругое рассеяние. Электроны, да? Протоне, например, да? Упругое рассеяние. Это, тогда, вот такая диаграмма для упругое рассеяние. Вот это у нас импульс. А как это обычно обозначается? Это импульс К. Это импульс К штрих. Здесь вот идет передача импульса. К обозначается. Здесь у нас стоит лучший. Вот Б. Ну, это, мы все говорили, адрон. Ну, для определенности можно считать его протоном. Вообще формулы, они пишутся для глубоко не упругое рассеяние для любого адрона, но мы будем для определенности считать его протоном. Упругое рассеяние, это вот П перешло в П штрих. Да? Вот упругое рассеяние. А не упругое, это когда здесь много чего родилось. Да? Не упругое. Когда много чего. Общая, общей буквой Х можно обозвать то, что родилось в процессе рассеяния. Это вот не упругое рассеяние. А что такое глубоко не упругое рассеяние? Это когда Ку-квадрат велико. Вводятся односкочения такие, что я стою отсюда. Ку равно В. А, пардон. К минус К штрих. И, да? Вводится Ку-квадрат. И равно здесь можно так написать, что это есть Пх. Х это полный импульс, как х на состоянии. Минус Ф. Да? Ку-квадрат. Это есть минус Ку-квадрат. Вводится для того, чтобы Ку-квадрат было положительное. Вводится один вариант. Вводится такое обозначение ню, которое есть Пху. Пху делить на М. М это масса адрона. И ясно, что смысл там обозначения. Ню это частота, то есть энергия фотона в системе покоя начального адрона. Вот. Такие обозначения вводятся еще в обозначение ню, в квадрате, которое есть П плюс Ку в квадрате. И вводится еще так. Так. Ну и вводится еще в начале Х. Х в Йоркиновской переменной, которая часто используется. Да? Часто используется как... Это есть Ку-квадрат. Билить на 2ПКУ. 2ПКУ. Квадрат на 2ПКУ. Правильно, что ли? Да. 1. 2ПКУ. Били его на 2ПКУ. Вот теперь раз. Я привык с высокими энергиями работать. И вообще говоря, сейчас уже даже и не скажу. Что такое Е? Правильно. Ку-квадрат на 2ПКУ. Ну, можно здесь приписать плюс Р квадрат, да? Когда это будет квадрат. Именно такое мы запишем. Ку-квадрат на 2ПКУ. Теперь вот это обозначение. Это первонская так называемая переменная. Значит, и процесс глубоко неупругого рассеяния. Процесса глубоко неупругого рассеяния. Называется такой процесс, вот. Когда у квадрат велико. У квадрат много больше n-квадрат. А x порядка единицы. x порядка единицы. Ну понятно, что x меняется. Оно может быть ограничено. x меньше единицы. Почему? x меньше единицы. И больше нуля, конечно. Почему? Меньше единицы. То, что больше нуля, это очевидно. В квадрате. А значит. А меньше единицы. У нас. У нас. У нас. Вows квадрат. Это равно. ДВ bal пол. Минус. Ку квадрат. И это больше равно, чем. Что может быть? W – это суммарный. квадратной вариантной массы конечного состояния он не может быть меньше, чем квадрат массы протона а здесь еще масса в квадрате есть, поэтому они сокращаются в квадрате плюс m в квадрате больше равно чем m в квадрате и тогда отсюда исследует, что x меньше единицы строго меньше единицы, ну это больше нуля, я говорю, это очевидно но можно достигать нуля, потому что квадрат передачи в квадрате может быть нулем вот, но какие обозначения вот, теперь, ну как же этот матричный элемент этого процесса и сечение этого процесса записывается, в общем-то, довольно-таки очевидно матричный элемент это е квадрат делить на q в квадрате вверху е вверху стоит пус чертовый от q' гамма-ну у от q значит, а внизу стоит, значит, что стоит? матричный элемент, оттянутся перехода, жемем от нуля, а здесь p, а здесь x вот такой матричный элемент ну и ладно, хватит в четвертой, давайте в четвертой метрофункцию от q минус q, 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 плюс p, минус p, и так я напишу вот, что стоит в матричном элементе, да? вот, это матричный элемент от ровного тока в верхненачальном состоянии здесь, правда, у протона есть, если уже говорить о протоне, то здесь есть еще и поляризация я ее не выписываю а здесь есть много всяких матричных чисел но я, на самом деле, опять же их не выписываю и обычно рассматривают инклюзивное сечение инклюзивное сечение такое, когда популяризация вернее, не только популяризация а по всем состояниям вот этого по всем квадным числам в состоянии проводится суммирование то есть не только, ну, может быть и по числу частиц по всем не полное инклюзивное то есть сечение в конце регистрирует только вот по всеми электронов больше ничего и тогда это сечение записывается как же оно записывается? ну, понятно нам нужно это взять квадрат просуммировать популяризацию электрона конечного и усреднить популяризацию электрона начального и квадрат вот этого выражения, да? взять ну, так напишем так напишем дсигма равно 4и альфа квадрат 9 знаков четвертый, да? еще стоит здесь конечно ладно напишем так л-меню и на 4и д на W-меню 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 вот витометр тензор токовый который идет от произведения ну, от квадрирования вот этого тока и значит л-меню напишем, что л-меню это есть одна четвертая, что ли в курах от P плюс M на P' плюс M гамма ню на P плюс M да? P плюс M на гамма ню ну вообще-то говоря у нас эти частицы могут быть как начальные частицы начальные электроны на эксперименте они бывают и полярисованные и не полярисованные 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 а? может это вторая здесь? да а как хотим, так и определим можно? я здесь еще коэффициент не выписал и фазный объем не выписал да? ну значит можно писать одну вторую если суммирует по поляризациям конечных и усредняет по поляризациям начальных ну я не знаю как 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 я пишу как я пишу так как же я пишу одна вторая хорошо ладно будем писать одна вторая да одна вторая ну если есть поляризация то тогда мы должны написать поляризация по-разному а что ли сверх коллектора поляризации из гамма миума но мы не будем не будем раскладывать можно то добавить лишний член поляризации который ну конечно он даст новую информацию но нам пока не до этого ладно вот этот шпур и он легко вычисляется естественно и появляется получится что у нас получится получится я так не рисую это есть так Бу бирс Ку бирс в форекс Ку бирс минус Ку modук на Ку бирс на Ку бирс на Ку бирс мм Ку бирс в форекс Есть bathroom Cube Но я ещё не уверен, что я правильно написал. Ну ладно, сейчас нам разим. Сейчас нам разим, правильно или неправильно. Ну вот, смотрим на член. Почему я так не писал? Потому что вот так разим, чтобы по отдельности этот шлен был калибровочный вариант, и этот шлен калибровочный вариант. Если мы имеем дело с рассеянием, скажем, не спидерных частиц, а скалябровых частиц, то есть только вот такой шлен. А если вот у нас есть рассеяние спидерных частиц, то вот этот ещё шлен добавляется. Они по отдельности калибровочный вариант. Теперь, давайте посмотрим на этот шлен. Ж меню у меня здесь входит с коэффициентом минус 2pp'. И здесь, значит, будет плюс по квадрату. Ж меню не минус, а минус 2pp', да? Потому что они у меня так именно. Вот так. Поэтому это таким образом стоит. А теперь посмотрим на... То есть, этот коэффициент забит этим коэффициентом из калибровочной вариантности. А вот относительный... Так, этот коэффициент мы забили, потому что увидели... Посмотрели на член жилья. Ну вот он, такой есть. Теперь вот этот относительный коэффициент мы ещё не знаем. Правильный он или неправильный. Как его определить? Как сказать, что он правильный? А вот как сказать, что нежели здесь... Вот здесь возьмём... Вот здесь у нас есть члены bp и p'p'. Но члены bp здесь таких членов нет. Они должны сокращаться. Сокращаются? Да, правильно. Сокращаются. Всё. Правильный ответ. Вот такой ответ. Для меню. Ну повторяю, что если у нас есть поляризация у начального пучка, то вы должны сюда умножить ещё на едица плюс gv5 и на а со шляпой для... Со шляпой есть коню, коню, коню. И здесь добавится член плюс и эпсилон. Видите, это симметричный по ширине. А здесь добавится член плюс и эпсилон. Ню, ню, ро, сигма. И здесь будет... Что там будет? У, ро, и на а, сигма. Правильно? Такой член добавится. Почему? Почему здесь стоит у? Потому что при умножении на кулю, или на кулю, должно зануление быть. Правильно? Вот так, по-видимому. Ну, я повторяю, мы эту членку не будем рассматривать. Хотя, имеются эксперименты. Может быть, вы на асимитарии ещё посмотрите её. Хотя, конечно, я повторяю, что есть эксперименты с поляризованными пучками. И точно так же есть эксперименты с поляризованными мишенами, с поляризованными начальными протонами. Теперь, что такое вот этот? Вот этот коэффициент, он выписывается просто, ну, так, я не знаю, исторически так вот пишется. 4П и МВМ. Так вот я сразу его напишу, что это такое. Что это такое? Это есть, вот что это такое, сумма по х, а сумма здесь, вот называется, суммирование по этим квантовым числам дискретным, и интегрирование по непрерывным. И здесь стоит такое вот выражение, значит, В, а, потому что я его не так напишу, а напишу я его вот так. Вот здесь напишу В, а здесь напишу Ж ну, Ж ну от нуля, а здесь стоит Х, а здесь стоит это самое Х, а здесь стоит Ж ну от нуля. Ну, я, естественно, воспользовался лидростью оператора тока, и здесь Ж ну крест, и есть просто Ж ну. Опять, ноль, это что такое? Это, вот это, координаты, это значит и координаты. И здесь стоит В, и здесь стоит В, и здесь стоит на пи в четвертой, на пи в четвертой для этого функции. Вот, что такое, и здесь, если есть, если это частицы со спином, то еще подразумевается усреднение по проекциям спина. Вот, что такое, вот, что такое, дублевая нью таким образом определяется. И еще я должен умножить на Д куб, Д куб как стрих, да, на фазовый объем. Здесь фазовый объем для вот конечного состояния отродного, а вот он здесь сидит. Видите, в этом субъеме. А, значит, здесь пишу только фазовый объем для два куба и два, ну, это вот штрих. Вот, вот такое. Так, что я написал? Да, теперь вымех. Нет, не все. Здесь что еще я не написал? Я не написал здесь... Что я не написал? Четыре... Четыре... П на К. Да? П на К. Четыре... Этот поток умножить. Этот поток умножить. Этот поток умножить. Ну, который есть двойне на двойне на скорость относительную. Это вот... Ну, и, конечно, я здесь уже массой электронов принято. Только четыре тока просто стоит. Вот. Поскольку у меня фугодран велико по сравнению с протонной массой, то уж все это велико по сравнению с электронной массой. Электронную массу я могу выбросить. Да. Вот так. Вот это сечение. Дальше я должен... Значит... Ну... Ну и что? Здесь-то вот токовый денсор для лептонов я выписал в явном виде. Ну, а этот я могу только как-то приметризовать. Больше ничего я не могу. А как приметризовать? Почему для лептонов? А? Почему для лептонов? Потому что П? Подгон. Как? 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 Да. Пу-пу-пу-пу. А здесь тут как? К? Правильно. Назидел. Как? Конечно, для лептонов. А для лептонов я могу только его партнеризовать. И как его партнеризуют? Партнеризуют его следующим образом. Это есть Жмю-ку в квадрате. Это есть Жмю-мю. Как же это партнеризуется? Сейчас, чтобы не наврать. Жмю-мю правильно. Правильно. Ну, минус Жмю-мю. Плюс Ку-мю-ку-мю. В общем, такая партнеризация. Не ошибка и хорошая. Ну, такая вот она. Стандартная, так сказать. Здесь W1. Так? Не ошибка хорошая. Сейчас объясню, почему. W1. Некая функция W1, которая вот здесь появилась, и W2, которая дальше будет написана, названы структурными функциями. Вообще зависит от квадрата и квадрата, и квадрата они зависят. От двух переменных они зависят. Квадрата и квадрата. Ну, квадрата это если, м мю-мю. Квадрата и квадрата. Да. Или, можно сказать, что вот так, ну ладно, по квадрату куплю. И плюс, эти единицы на квадрате, так вот пишут, а здесь стоит b. Вот смотрите, этот член, он аналогичный вот этому члену. Ну, только квадрат включили в W, да, или вытащили из W, неважно. Ясно, что структурой вот эта такая же, как я хочу. Ну и видно, что здесь вот это W, ну, в общем, эта запись не очень хороша при квадрат стремящем всех квадратов, потому что ясно, что вот здесь идет жильем полюс, да, по квадрату, которого здесь вообще-то нет, не должно быть этого полюса, значит, W. И здесь, ну, дальше тоже будет полюс. П минус ПКу делить на Ку в квадрате Ку мюм. П минус ПКу делить на Ку в квадрате Ку мюм. И здесь стоит W2, опять же, от Ку квадрат и от ПКу. Вот такие функции вводятся, структурные функции называются, да, называются структурные функции. Они, которые зависят, почему они зависят только от двух переменных? Ну, понятно, потому что у нас здесь суммирование по всем, видите, здесь суммирование по всем импульсам, по всем квадратным числам. Ничего от количественного состояния не осталось. Все, что осталось, это вот оно сидит вот здесь. У и П, да? У и П, у нас есть два вектора, все это зависит только от двух векторов. Вот мы написали общий вид тензора, который зависит от двух векторов. Это общий вид тензора, удовлетворяющий условию сохранения тока. Видите, при умножении на Ку, у него этот зануляется, я не повторяю, совершенно аналогично этому. А этот есть аналог вот этого, только. С какой разницей? Вот здесь вот, для упругого процесса, да, для упругого процесса, здесь Ку квадрат равен в обыкном, для упругого процесса. Если П штрих, если вот импульс, если что, вместо Х взять состояние той же частицы с импульсом П штрих, то тогда П штрих в квадрате равно М квадрат, так же как равно П в квадрате. И это равно П плюс У квадрате, это для упругого процесса, да, для упругого процесса мы имеем, что Х, ну, Ку квадрат равно П квадрат отсюда. П квадрат, да, П квадрат равно П квадрат, да, П квадрат равно П квадрат минус, минус П квадрат, значит здесь стоит плюс, да, 2П квадрат. Нет, 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 нет. Так, нет, пардон, нет, здесь я совершенно неправильно. Здесь как раз у меня правильно все стоит, все правильно стоит. Для упругого процесса я говорю, что мы имеем 2πq плюс q квадрат равно 0, q квадрат равно минус 2πq и здесь у меня остается p плюс q пополам. p плюс q пополам это как раз будет p плюс b штрих, p плюс q пополам это будет p плюс b штрих пополам, то есть как раз вот это будет пус точность на двойку, аналог вот этого. Значит опять мы имеем те же самые две тензорные структуры, тоже две тензорные структуры, также как вот здесь. Ну они немножко по другому пишутся, потому что здесь использовано то, что у нас есть процесс упругий, но тоже две тензорные структуры у нас имеются. Вот, теперь, ну а что у нас будет, если у нас будет упругий процесс? Ну опять же, вот будут эти самые две структуры, а может даже и одна, в зависимости от того, какая у нас будет частица. Если здесь частица будет не спиновая, со спином ноль, да? И упругий процесс, то этой структуры не будет, да? Потому что вот, для этой спинной частицы этой структуры нет, правильно? Нет только это. Ну точно так же, если у нас здесь упругий процесс, то этой структуры не будет, а будет только вот эти две спиновые частицы, две спины. А две частицы со спином, у нас будет обе структуры, со спиной одна-вторая или с высшими спинами, будут обе структуры, обе структуры. Но они будут выражаться через форфакторы, да? Через форфакторы. Для упругого процесса мы вводили форфакторы. Ну, например, мы только что говорили о материчном элементе электромагнитного тока между составителями пенезодов, да? Там только один форфактор, один форфактор, понятно? Ну и поэтому W2 будет пропорционально квадрату этого форфактора, правильно? Для упругого случая. А если частица со спиной одна-вторая, как вы помните, то тогда у нас ваточный элемент жмем. Итак, я напишу, как же я напишу, жмем от нуля на P, да? А здесь P' упругий процесс. Это есть путь чертой от P', да? А здесь гамма-мюм на F1, а вот такой я напишу, F1, да? От Q' квадрата, да? И минус гамма-мюм на Q со шляпой, коммутатор, да? Делить на 4M, F2. От Q' квадрата. И все это возьмем вот в такие квадратные скобки и умножим на O от B. Вот так вот. Так мы уже много раз обсуждали, что вот этот процесс упругого растения, да? На частице со спиной одна-вторая, он параметризуется двумя фон-факторами. Двумя фон-факторами, да? Которые, да, двумя фон-факторами. И знак минус, все это правильно. Опять же, давайте, ну они, в общем, по-разному можно эти фон-факторы записывать. Эти фон-факторы называются дираковскими или какими? Роман Юльевич, какими фон-факторами называют? Как называются эти фон-факторы? Саксовскими еще называются. Или дираковскими, или саксовскими. Вот. Но часто используются вместо них другие фон-факторы, которые являются их линейной комбинацией. Которые называются электрическим и магнитным фон-фактором, да? При этом вводятся они таким образом. gm, это есть f1 плюс f2, да? gm, это есть f1 минус у квадрат на 4м квадрат, что ли? f2? Нет. Я могу набрать, набрать. Ах. Ну ладно. Делить. Делить минус у квадрат на 4м квадрат. Так. Чтобы не набрать, я, значит, что сделаю? Сами понимаете. В шпаргалку загляну. g.e. Нет. Неправильно. Здесь этого множителя вовсе нет. Вот так. f1 минус у квадрат на 4м квадрат f2. В общем-то мы эти фор-факторы уже и обсуждали, насколько я помню. Насколько я помню. И даже... Да. Да. Даже более того, мы обсуждали существующее в настоящее время дискрепанс в измерении этих фор-факторов. В отношении этих фор-факторов. Вот долгое время считалось, что отношение этих фор-факторов g.e.g.f. оно близко... Ну, оно постоянно, не зависит от q в квадрате. И это как-то извлекалось из экспериментов по рассеянию электронов на протонах, не полиализованных. Электронов на не полиализованных протонах. Вот извлекалось такое отношение. Оно было константой. Не зависело от q в квадрате. А так, где-то лет уже десять, наверное, назад, был проведен поливстонный эксперимент. Поливстонный эксперимент. И согласно которому это отношение с g.e.g.m. падает с q в квадрат. В квадрате довольно такими. При q в квадрате порядка 5g в квадратах. Оно меньше одной второй. Я правильно взлагаю? Оно делично. Понимаете? Вот так. Вот такой дискрепанс, объяснение которому, ну, какого-нибудь такого четкого объяснения. Существует объяснение? И даже много. Но когда много объяснений существует, ясно, что дело нечистое. Ну, дискрепанс связан с вкладом двухфотонного обмена в этот процесс. Дело в том, что вот этот процесс, процесс двухфотонного обмена, теоретически, при вот таких... Ну, теоретически, он плохо рассчитывается. А при небольших q в квадратах, ну, там, а q в квадратах порядка 5g в квадратах, это все-таки небольшие q в квадратах. Вообще, в общем, точность расчета, можно сказать, неудышная. И вот для того, чтобы как-то понять возможный вклад этого обмена, двухфотонного обмена в сеченье, сейчас уже проверено сеть экспериментов в нескольких лабораториях, в том числе и у нас в институте ядерной физики. Это эксперименты по измерению разности сечений и рассеяния электронов на протонах и позитронов на протонах. И эта разность сечений как раз и определяется двухфотонным обменом, потому что разность, она меняет знак при замене знака заряда. А вот интерференция двухфотонной диаграммы с однофотонной, она как раз и меняет этот знак при замене знака заряда электрона или микротона. Конечно, при заменении знака обоих зарядов она не меняется, но при заменении, поскольку теория, конечно, ценный вариант, к вам за грунтку, к вам то электрона. Вот, но при заменении от того и знаком она меняет. Этразность скидает знак, вот, и она связана как раз с двухфотонным обменом. Вот таким образом хотят получить информацию о двухфотонном обмене. А на ЖН все равно, что единицы, да? А? ЖН? ЖН? Ну, он, наверное, одиннадцать. А почему он одиннадцать? Нет, может, двухфотонный обмен, который решит он. Нет, но ЖН скорее по факту... Нет, дело в том, что ЖН скорее все-таки не единиц. Скорее следует верить экспериментам с поляризованными частицами, да? Поляризованными частицами, потому что эксперименты с поляризованными частицами дают просто отношение поляризации. Что эксперименты с поляризованными частицами? Есть поляризованный электрон, начальный электрон поляризован, и меряется поляризация конечного протона. И отношение поляризации поперечной к протонной, конечно, к протонам, оно просто пропорционально отношению ЖФ-ЖМ. То есть напрямую меряется это, если измеряете отношение поляризации, напрямую измеряете отношение ЖФ-ЖМ. А в непререшенных экспериментах это отношение извлекается довольно сложным образом. Можно там строиться некая функция от гинематического инварианта, который, в общем-то, довольно сложным образом выражается через энергию и угол рассеяния. Я не хочу выписывать это выражение. В общем, факт вот в чем состоит, что эксперименты в экспериментах с неполяризованными частицами для извлечения отношения ЖФ-ЖМ, оно чувствительно к коррекционным поправкам. Более чувствительно к коррекционным поправкам, потому что при больших передачах импульса, при больших квадратах, вклад ЖФ-ЖМ становится маленьким. Вклад ЖФ-ЖМ становится маленьким. Но если он маленький, то радиационные поправки, естественно, могут оказывать сильное влияние на извлечение этого вклада. То есть, причем-то на отношение ЖФ-ЖМ. Ну вот, такая ситуация с упругими форм-факторами. Что касается неупругого. Ну, конечно, вот в этом уголе В, в уголе В2, конечно, вносят вклад вот этих форм-факторов. Но этот вклад пропорционален дельта от единицы минус х. Это есть только упругий вклад. А мы сейчас будем интересоваться областью, когда все-таки х не близкок к единиц. Х не близкок к единиц. Порядка единиц, а не близкок к единиц. То есть, в глубокую и упругой областью будем интересоваться. И пока и значит, вот в этой области наблюдается такое замечательное явление, как скейлинг. Как скейлинг. Вот эти функции, функции ВСВВ1, ну, на самом деле, не они сами эти функции. А вот функции, которые связаны с таким соотношением, что, если вы увидите функции, функции ТФ1, большое. Вот я специально здесь маленькие дуберки написал, потому что, вот так говорят, W1, да, это равно, видите, W1, это размерная величина, да, размерная величина, это величина, имеющая размерность. И W2 тоже, не знаю, имеющая размерность. А вот эти безразмерные функции, я понимаю, там, таким образом, что F1 равно 2M, что это? Вот еще, опять уже забыл. Так, сейчас посмотрим, W, да, без двоечки, без двоечки. Мольт MW1 равно F1 и NUW2 равно F2. Вот таким образом вводится функция F1 и F2. И опять, вообще говоря, функции F1 и F2, мы можем, это функции двух элементов, двух элементов. Ну вот, на эксперименте в СЛАКе, это эксперимент, который был проведен где-то в начале 70-х годов, В этом эксперименте было обнаружено такое замечательное свойство, которое получил в натворе скейлинг. Но эти функции, которые, вообще-то говоря, я повторяю функции двух переменных, оказалось, что это функции только от одного переменного, Вот они вообще-то говорят Q квадрата, да, и можно сказать там, и X отношения, и здесь тоже, от Q квадрата и X. Ну, вы скажете, безразмерная функция, как они могут зависеть от Q в квадрате? Ну, я на самом деле не пишу, здесь, конечно, еще масса протона, конечно, отходится, да, поэтому зависимость может быть, конечно, от Q квадрата. Ну, и что же было обнаружено? Обнаружено было, что вот эти функции не зависят от Q квадрата, да, не зависят от Q квадрата, а зависят только от отношения Q квадрата к Q, в которой есть X. Q квадрата к Q, в которой есть X. Вот это явление получило название скейлинг. И вот благодаря этому явлению и было, и появилось понятие об асиментатической свободе, и благодаря этому явлению была пристана квантовая хромодинамика, как правильная теория сильного взаимодействия. Правда, потом обнаружилось, что это утверждение о скейлинге, оно правильное, что это оно правильно, ну, как это часто бывает, оно правильно с какой-то точностью, да? А если посмотреть повнимательнее, то эти функции все-таки зависят от Q квадрата, зависят, ну, а зависят они слабенько, логарифмически зависят от Q квадрата. Логарифмически зависят от Q квадрата. Вот то, что они слабо зависят от Q квадрата, конечно, правильно только в глубоко неупругой области, когда X не близко к единице, когда X равно единице, у нас есть только упругий вклад, и, конечно, вот эти функции, вот фор-факторы ЖЕ и ЖМ, они, конечно, зависят от Q квадрата, и они, как вы знаете, как они зависят от Q квадрата? И больших Q квадрата они падают, да? Падают, вы знаете, падают, как, ну, вот обычно считается, что они падают дипольным образом, да? И нет знаков четвертой они падают, при больших Q квадратах. Ну, это из квадратного счета, просто сверху, что степень их падения, это, знаете, знаков четвертой. Ну, это вот эти, вот эти функции падения Р2, да? Эти функции для упругого растения. А здесь вот упругий звучок находится, так сказать, в выразительном контрасте с упругим. Ну, что уточнить? То есть, вот здесь V1 от Q квадрата можно убрать, да? Понял. Вот, зависимость V1 от Q квадрата можно убрать, да? Это были V1? Да. То есть, та же масса, это остатка, то есть. Ну, что значит убрать? То есть, в таком виде, который я написал, нельзя убрать. Зависит только от отношения. Понимаете? Так, если я уберу, скажу, что это только функция от Q, это будет неправильно. А если X нарисую, то это будет правильно. Да. Что-что? U. U. Вот это функция. U. Вот это. Сюда. U, 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 U. Закамирин. А? А? Ну, связано. Значит. Связано... Как это? Ну как понять, что не зависит от... Вот эти функции не зависит от Q квадрата. Понять же, вот это можно таким образом, что вот, во всяком случае, вот в такую модельку, если возьмем такую модельку, то вот здесь протон состоит из, это называется протонная модель, протон состоит из каких-то частиц, которые слабо между собой взаимодействуют, да, слабо между собой взаимодействуют. То есть тогда, что получится, если вот, как тогда у нас выглядит взаимодействие с фотоном виртуально? Ну, вот летят частицы какие-то, поглощается, одна из частиц поглотила вот этот виртуальный фотон, да, а остальные как-то летят. Важно. И ежели взаимодействие было бы сильным, между вот этими частицами, да, то здесь у нас сечение зависело бы от буквы, а если бы сечение вот этого, вот эти структурные функции, зависели бы от буквы, а если они слабо взаимодействуют, слабо взаимодействуют, то у нас сечение просто представляется, как сумма сечений, сумма сечений, индивидуального сечения, да, ну, с легкой индивидуальных сечений, с функцией распределения. Понимаете? И вот, то есть, результаты экспериментов, интерпретации экспериментов, интерпретации того, что эти функции слабо зависят от квадрата, состоит в том, что вот у нас частица начальная, протон или там, я не знаю, начальный адрон, он состоит из каких-то слабо взаимодействующих частей. Эти части называются партоном. И вот мы об этом и будем говорить на следующей лекции. Понятно? То есть, синтетическое самооанно говорит о том, что мы, как бы, на них взаимодействующие частицы зарастели? Что эти частицы при больших передачах взаимодействие слабое. Вот, что, состоит синтетическое самооанно. При больших передачах инкульсов взаимодействие слабое. Ну, это буквально асимптотическая свобода, да? Частицы как-то связаны между собой, но связь их, она... То есть, сила связности. Связность, она мала при больших передачах инкульсов. Можете вкратце напомнить, что получается коммутатор передачах инкульсов? Да, коммутатор получается. Вот этот? Да, да, да. А как получается? Ну, вот мы можем... Могу напомнить. Вот, скажем так. Скажем так. Мы должны написать выражение, которое, значит, обладает свойствами каким? Что это должен быть вектор, да? Да. Вектор. Преобразовывался как вектор. И, ну, чтобы он был там... Это нормальный вектор там. То есть, нельзя использовать там величины типа эпсилом. Да? Нормальный вектор должен быть. И он должен быть удовлетворял закону сохранения. То есть, занулялся при умножении на кумиум. Да? Вот только такое выражение можно написать. Но можно так сказать, что вот этот... Вот вы знаете, что вот этот вектор, он удовлетворяет закону сохранения? Да? Вот это при умножении. Ну, понятно, что у нас в Борбовском приближении у нас ток у гамма-мю просто. Правильно? А можно сказать... А еще вот такой. В плюс П штрих. В плюс П штрих. В плюс П штрих. Мю. Тоже удовлетворяет закону сохранения. Правильно? Но вот В плюс П штрих мю можно записать через гамма-мю и через вот это. Используя законы... Используя уравнение Дирака. Да? Это Ваше домашнее упражнение. Покажите, что вот этот выражается через этот и этот. Хорошо. Хорошо? Используя уравнение Дирака. Все? Да? Да. Можно идти? Да. До свидания. До свидания. До свидания.